МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полдень в столице. О главных событиях к данному часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар-24. В студии Батагу Саркулова. Здравствуйте. Вот уже больше недели в Казахстане устойчивый прирост больных коронавирусом. Каждые сутки свыше тысячи инфицированных. За минувшие 24 часа в стране выявили 1100 заболевших с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. Лидеры антирейтинга – столица Алматы и Алматинская область. Меньше всего заразившихся в Туркестанской, Мангостаусской и Североказахстанской областях. Всего по стране с начала эпидемии было зарегистрировано свыше 230 тысяч случаев инфицирования. Также за минувшие сутки выявлено 63 новых случаев заболевания пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Три человека скончались. Всего зарегистрировано было свыше 50 тысяч заболевших ковид-пневмонией. Несмотря на рост заболеваемости, жители столицы продолжают нарушать карантин. В ходе последнего рейда мобильная группа в одном из заведений выявила той с участием 70 человек. Как выяснилось, собравшиеся праздновали обряд Тусалкису. В числе гостей были пожилые люди и маленькие дети, которые, кстати, находятся в зоне потенциального риска. В самый разгар гуляний мобильная группа нагрянула и на другую вечеринку в другом кафе. Забыв о действующем запрете, отдыхали около 100 человек. О социальной дистанции на танцполе посетители и не вспоминали. Отмечу, что с начала года в столице выявили больше 500 подобных нарушений карантина. Между тем, город все еще остается в красной зоне. За последние сутки коронавирусом заразились еще 185 человек. Из-за ухудшения эпидситуации и роста числа заболевших в это воскресенье в столице не будут курсировать городские и пригородные автобусы. Об этом говорится в постановлении главного санврача. 28 марта в них будут проводить дезинфекцию. В субботу, то есть завтра, движение маршрута будет организовано в обычном режиме. Жители просят не забывать о соблюдении масочного режима. Вход в автобус без масок по-прежнему запрещен. Оплата проезда производится только безналичным способом. Завтрашнего дня карантин ужесточают в Алматинской области. Теперь каждое воскресенье в регионе не будут работать объекты общественного питания, торговые дома, развлекательные центры, кинотеатры и театры. А 70% сотрудников всех учреждений переведут на удаленку. На онлайн режим перейдут в четвертой четверти и учащиеся начальных классов, кроме дежурных групп. Под запретом проведение любых мероприятий с массовым скоплением людей. К слову, в Алматинской области ежедневно регистрируют в среднем 100 новых случаев заражения COVID-19. Эпидемиологическая ситуация очень напряженная. Алматинская область находится в желтой зоне. За последние две недели наблюдается рост заболеваемости в сравнении с предыдущими двумя неделями и предыдущими двумя месяцами. Поэтому были приняты такие решения, чтобы максимально предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В Алматы резко выросло число случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Только за последние сутки опасные инфекции заразились 28 детей. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что рост произошел именно на весенних каникулах. По словам специалистов, источником заражения в основном становятся родственники. Для сравнения отмечу, с сентября по декабрь прошлого года в мегаполисе зарегистрировали 281 факт заболевания среди учеников. А с января по сегодняшний день выявлено уже больше тысячи инфицированных детей. Чаще стали болеть и малыши дошкольного возраста. За минувшие сутки зафиксировано 17 таких случаев. А всего за прошедшие 24 часа в Алматы выявили еще 330 заболевших. Государственный санитарный врач Казахстана внес изменения в постановление об ограничительных карантинных мерах. Коснулись они и школ. Согласно документу, в четвертой четверти городские и сельские учебные заведения до 300 учащихся вернутся к традиционному формату. В регионах, расположенных в желтой и зеленой зонах, обучение будет организовано в комбинированном формате для всех классов с численностью не более 25 человек. В красной зоне занятия также останутся комбинированными. Для выпускников 70% уроков будут проходить в штатном режиме, а остальные – дистанционно. Однако при этом должно соблюдаться основное требование – не более 15 человек в классе. Подробнее о том, как будут учиться казахстанские школьники в четвертой четверти, представители Министерства образования и науки расскажут сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций. Он пройдет в прямом эфире нашего канала. Начало запланировано на 14.30. В Казахстане приняты дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в республику. Теперь наши граждане будут сдавать ПЦР-тест перед вылетом на родину. Организация исследования на COVID-19 станет заботой туроператоров, поскольку услуга стала сервисной. Новое постановление главного государственного санврача страны вступило в силу с сегодняшнего дня. Ирлан Кьясов поручил проинформировать всех туроператоров об изменении требований к лицам, возвращающимся в Казахстан из-за рубежа. Напомню, ранее с этой инициативой выступила Ассоциация туроператоров Казахстана. В течение 60 дней допустимо получить вторую дозу вакцины от коронавируса, но только в исключительных случаях. Об этом также говорится в новом постановлении Ирлана Кьясова. Он пояснил, что данный срок распространяется на определенные отдельные ситуации, когда по объективным причинам нет возможности получить прививку вторым компонентом, например, из-за болезни или выезда из населенного пункта. Напомню, иммунизация в Казахстане проходит в два этапа. Сначала первым компонентом, затем, согласно инструкции, через 21 день второй дозы вакцины. В постановлении санврача отмечается, что увеличивать этот интервал не рекомендуется, так как это может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации. Сейчас о ситуации с коронавирусом в мире. Власти Дании продлили срок приостановления вакцинации против коронавируса препаратом компании Астразенека. В Минздраве страны сообщили, что продолжат изучать связь между иммунизацией и образованием тромбов. Для этого специалистам потребуется еще как минимум три недели. С точки зрения фармацевтов вакцина по-прежнему безопасна, но нельзя исключать связь между прививкой и необычной картиной болезни с низким количеством тромбоцитов. Также еще раз хочу подчеркнуть, что после применения лекарственных средств, а также вакцин, довольно часто возникают побочные эффекты. Напомню, Дания вслед за рядом европейских стран приостановила использование оксфордской вакцины после сообщений о нарушении свертываемости крови у привившихся. Отмечу, согласно последним опросам, 33% датчан не готовы вакцинироваться препаратом от Астрозенека. Тем временем, американский президент Джо Байден поставил новую цель – вдвое увеличить объемы вакцинации населения за первые 100 дней президентства. По его словам, 100 миллионов доз прививок жители Штатов уже получили. Американский лидер отметил, цитата, «это амбициозно удвоить нашу первоначальную цель. Но ни одна другая страна в мире не приблизилась к этому, что мы делаем». Напомню, США лидирует по количеству зараженных коронавирусом в мире. С начала пандемии инфекция подтвердилась у более чем 30 миллионов человек. В Польше вводят дополнительные коронавирусные ограничения. Из-за ухудшения ПИД-обстановки до 9 апреля приостанавливают работу салоны красоты, мебельные и строительные магазины. Спортивные объекты остаются открытыми только для занятий профессиональным спортом. Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу. Напомню, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун. На всей территории страны закрыты гостиницы, торговые центры, кинотеатры и музеи. А накануне там зарегистрировали новый суточный максимум заражений за все время эпидемии – более 34 тысяч заболевших. Действующие в Грузии карантинные ограничения пока не дают возможности туризму возродиться. И хотя с марта при наличии отрицательного ПЦР-теста можно попасть в эту страну, большинство гостей на горнолыжных курортах. А вот в столице, которая весной уже принимала тысячи туристов, их пока очень мало. Поэтому многие отели и рестораны даже не открылись. Какие запреты мешают полноценному отдыху в Грузии, выясняла Юлия Тужилкина. Самое туристическое место в Тбилиси пока по-прежнему пустынно. Однако туристы новой волны уже есть и отдыхают в условиях существующих ограничений, а порой и открывают и новые направления для развития этой сферы. Отдых в Грузии сейчас существенно отличается от прежнего. Например, комендантский час препятствует вечерним, длительным или загородным экскурсиям, а карантин выходного дня не позволяет работать с рестораном. Если в марте прошлого года в стране действовало 10 тысяч учреждений общепита, то сейчас из них 4 тысячи. И только половина из них работает, и то не в полную силу. И теперь уже нет того, что привыкли видеть в вечерних грузинских ресторанах иностранные гости, живой музыки и национальных танцев. В стране запрещены массовые мероприятия, потому большие рестораны даже не открываются. Впрочем, как и отели. Крупным учреждениям в существующих ограничениях и при малом количестве гостей работать невыгодно. А еще усугубляет проблему неизвестность. В стране вакцинация проходит медленно, и эпидемиологи уже заговорили о третьей волне пандемии. Но есть и те, кому уже повезло встречать первых туристов. Виталий Джаранашвили вместе с супругой владельцы мини-отеля. Из-за отсутствия перспективы и бронирования номеров на весну не могут нанять вспомогательный персонал и пока выполняют всю работу самостоятельно. Петербуржец Инал Хугулов уже второй раз посещает Грузию. Конечно, рад отдыху. Он целый год работал в красной зоне в ковид-клинике. Сам переболел коронавирусом и приехал подлечиться. Однако сожалеет, что в стране многое пока под запретом. В плане отдыха тяжело. В плане, что в 9 часов уже бывает комендантский час. То есть иногда не успеваешь даже добираться до местонахождения в Тбилиси, к примеру. все закрыто в основном. То есть основные места для туризма, они не всегда доступны в условиях пандемии. Пока в Грузии закрыты театры и концертные залы. Запрещены многолюдные экскурсии. Везде, включая открытое пространство, действует масочный режим. Из развлечений, пожалуй, доступны только музеи и выставки. И опытные туроператоры сейчас в корне перестраивают предложения. Например, рекомендуют оздоровительный туризм и советуют гостям тщательнее планировать свою поездку с учетом действующих регуляций. Еще о событиях в мире. Массовые заторы в Берлине. Более сотни больше грузов заблокировали движение на центральных улицах столицы Германии. Таким образом, водители фур решили напомнить о имеющихся проблемах в сфере транспорта и логистики. Это уже третья их забастовка за последний год. Однако участники говорят, что время идет, а ничего не решается. По словам водителей, на рынке грузоперевозок царит нечестная конкуренция. Мол, логистические компании все реже берут на работу дальнобойщиков из Германии, а предпочитают нанимать их коллег из Восточной Европы, чьи услуги в разы дешевле. Демонстранты подчеркивают, есть закон, в котором прописаны ограничения на деятельность иностранцев, но очень трудно проверить, сколько заказов они действительно выполнили. По этой причине страдают местные водители. Они требуют от политиков жестче контролировать рынок грузоперевозок. Водитель из Румынии может работать за 400 евро, польский за 1800, а зарплата же немецкого водителя 3000 евро. Есть закон, по которому иностранный дальнобойщик может выполнять в неделю только три заказа, но они остаются и продолжают нелегально заниматься перевозками. Поэтому мы требуем ввести цифровую систему, в которой бы сохранялись все данные, геолокация, информация о водителе и сколько выездов он сделал. Нам нужна честная конкуренция. Вокруг судна, севшего на мель на Суэцком канале, начали углублять дно. Экскаваторы выгребают песок у передней части контейнеровоза, а гигантские буксиры пытаются вытащить корабль. Напомню, 23 марта заострявшее судно полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу. Изначально предполагалось, что спасательные работы займут пару дней. Однако позже специалисты сообщили, что на это могут уйти недели. Это будет продолжаться в течение длительного периода времени, в худшем случае месяц, что может привести к серьезным проблемам в экономике. Мы уже видели, какие сбои в поставках товаров произошли во время глобальной рецессии и даже в начале пандемии. Смертельная торнадо пронесся по нескольким городам американского штата Алабама, сообщает Рейтер. Как минимум пять человек погибли и еще десятки пострадали. Смерч разрушил целые кварталы и повредил линии электропередач. Десятки тысяч жителей остались без света. Сильный ветер снес с крыши домов и повалил деревья, заблокировав дороги. На месте работают спасательные бригады. Сейчас власти оценивают ущерб, нанесенный торнадо. Что касается погоды в нашей стране, обильные осадки прогнозируют синоптики на большие части Казахстана. В Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областях, а также на западе и востоке страны, также возможны туман и гололед. Гроза ожидается в Казлардинской области, а в Костанайской и Актюбинской гнезовая метель. В Акмолинской области местами также будет туман и гололед. В столице сегодня солнечная температура воздуха днем прогреется до плюс двух градусов. Тем временем столичные коммунальщики до сих пор устраняют последствия небывалого для марта снегопада. А на юге страны тепло настолько, что в Шимкенте раньше обычного распустились тюльпаны и зацвели фруктовые деревья. Когда же наконец наступит долгожданная весна? Марк Брюшко и его коллеги из регионов послушали, какие прогнозы им делают синоптики. Весну ждали со дня на день, однако сразу после науры за столицу накрыла настоящая снежная буря. Как итог, больше месячной нормы осадков за сутки. Последствия таких капризов природы коммунальные службы убирают до сих пор. Вот такие огромные снежные насыпи можно увидеть сейчас практически на каждой улице в столице. Это возле дорог, а что во дворах творится, даже страшно представить. Конец марта, а вокруг по-прежнему январьские пейзажи. Однако горожане, кажется, не особо расстроены. А удобств никаких почистили мы. Дворники пришли, почистили около подъезда. Мы сходили в магазин, а нам что надо старикам? Нет, в марте не помним, чтобы в марте такой снегопад был. Это за всю зиму первый такой сильный снегопад у нас. Давненько такого не было. Мы привыкшие, мы родились здесь, выросли. Поэтому такая погода, это бураны для нас вообще нормально. Мы выросли в этих буранах. А между тем синоптики предупреждают, хорошей погоды ждать в ближайшие дни не стоит. В предстоящие три дня на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. На территории нашей страны объединятся два циклона из районов Средиземного моря и Северо-Западной. С их приходом почти во всех регионах ожидаются осадки, местами сильные, гололедные явления, метели. А вот где точно бы сейчас не отказались очутиться горожане. Юг страны. В Шимкенте плюс 25. И там гораздо раньше обычного начали цвести тюльпаны. Из-за резкого потепления зацвели и фруктовые деревья. Специалисты говорят, что сильных морозов шимкентцам больше не стоит ждать. А вот дождей будет много. В ближайшее время мы не ожидаем резкого понижения или увеличения температуры. Она будет постепенно уменьшаться, но не сильно. Будет характерная для весны погода. Никаких аномалий. 70% территории Западно-Казахстанской области еще покрыто снегом. Высота снежного покрова на треть выше нормы и местами достигает 40 сантиметров. Потепления там только ждут. Однако на неасфальтированных трассах уже бездорожье. Прогноз на 27-28 марта. Ожидается осадки. Местами снег, дождь, гололед. Температура воздуха ночью 3 градуса мороза. Днем 2-7 градуса тепла. В начале следующей недели ожидается морозы. Ночная температура доходит до минус 8 градусов. На востоке Казахстана сегодня объявили штормовое предупреждение. Уже который день в регионе столбики термометров стремятся вверх. Особенно это заметно в Усть-Каменогорске. Если перед праздничными выходными в городе лежал снег, то сейчас на улицах лужи. Коммунальные службы занимаются откачкой воды круглосуточно. На ближайшие двое суток ожидается также неустойчивый характер погоды. С выпадением осадков в виде дождя и снега. Местами туман, гололед, низовая метель. Повышение температуры от 50 местами 13 мороза до 0,5 местами 10 мороза. Ночью днем 3,8 местами 13 тепла. Рано или поздно весна обязательно наступит. Нужно только подождать. Тем не менее столичным коммунальщикам лучше поторопиться, иначе, как обычно, поплывем. Марк Брюшко, Наурыс Базаров, Хабар, 24. По непроходимой грязи и лужам приходится добираться до областного центра и обратно жителям Женебекского и Букиординского районов Западно-Казахстанской области. Трасса от Касталовки почти 250 километров, сплошное бездорожье. На кадрах любительского видео видно, как автомобили буксуют по самую крышу, заляпанной грязью. Всего 100 километров водители преодолевают почти за 10 часов. Дело в том, что дорогу утопят талые воды. Ремонт трассы Касталовка-Женебек до границы с Россией начался два года назад. Срок завершения работ – 2023 год. В этом году планируют заасфальтировать почти 60 километров. На проблемный участок направлена дежурная техника, но строители смогут начать работы только при благоприятных погодных условиях. Дальше Касталовки нам не проехать. Грязь сплошная, легковые машины застревают. Жители Женебекского и Буке-Ординского районов сколько лет уже ждут ремонта этой дороги. Весной и осенью тут вообще не проехать. Эти 200 километров едем в 8-10 часов. Участок капитального ремонта 53,95 километра трассы Касталовка-Женебек находится на содержании подрядной организации ТО «Тимур-Жен-Дью». На местах организовано дежурство. Получается, в данный период ведутся работы по спуску воды. С наступления благоприятных погодных условий будет профилировка дороги. При возникновении внештатной ситуации все пользователи дорог могут обратиться по колл-центру 1403. Казахстан своевременно будет принять звонок и среагирует. В Ахтубе некоторые участки дорог за зиму пришли в негодность. Теперь подрядчики переделывают некачественно отремонтированные дороги. С начала года выявлено уже три подобных участка. Компаниям направили письма с требованием устранить недочеты. Сделать это фермы должны за свой счет. В прошлом году зарегистрировано 20 фактов, когда подрядчики недобросовестно выполнившие свои обязательства вновь ремонтировали объекты. Сейчас обследование участков продолжается. Насколько соблюдена технология при строительстве, проверяют специалисты Национального Центра качества дорожных активов. Те дороги, которые были ранее сделаны, это в 17-18 годах, то на них порядка шести исков сейчас уже идет рассмотрение. В том числе и говорим про те участки, которые наша комиссия сейчас дефекты выявила. И сейчас направляется непосредственно тем подрядным компаниям, которые занимались строительством этой дороги. В случае неисполнения мы будем подавать соответственно в суд. У нас сейчас идет дефектный акт, составленный по улице Тургенева, под пятым мостом у нас есть и на Батсе, и в Сити. Сейчас прервемся на рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Продолжаем выпуск. Больше 10 лет без воды. Жители села Малакановка в Костанайской области ждут и надеются, что в их населенном пункте построят центральный водопровод, но пока безуспешно. Воду один раз в неделю привозят спецмашины, а последние бураны и вовсе оставили сельчан без живительной влаги на полмесяца. Снег, который раньше топили только для технических нужд, некоторым приходилось использовать для приготовления еды. Наталья Строкова расскажет подробнее. Пенсионер Саинджи Ахметов готовит место для фляги и ждет водовозку. Дороги в поселке расчистили и теперь она может подъехать к дому. Воду сельчане набирают только для питья. Для остальных нужд топят снег. Для того, чтобы умыться, в баню сходить, скот напоить, топим снег. Когда вода нагревается, она чернеет. Но моемся в толкой, другого выхода нет. Недельный запас питья у одинокой пенсионерки Лидии Пенкиной – фляга воды. А вот маме четверых детей Оксане Симонович за раз нужно 200-300 литров воды. При этом за 40-литровую емкость сельчане отдают по 125 тенге. Для меня это слишком дорого. Нам приходится, вот муж с затобовки, с канистрами, возить воду, чтобы как-то нам прожить. Газ у нас проходит с этой стороны. С обеих сторон и вода проходит, и газ. И мы без газа, и без воды. Вода была, но разрушили, все в колонке уничтожили. Сельчане пробовали бурить во дворах скважины, но вода в них соленая, непригодна для питья, полива и стирки. Раз в неделю в Малакановку приезжает водовоз. Чтобы обеспечить сельчан бесперебойным питьем, местные власти предложили альтернативу. Поставить нам бочку, Аким предлагает. У нас все жители против этой бочки, потому что зимой она будет замерзать. Летом кто эту бочку мыть будет? От Малакановки до областного центра 17 километров, а до ближайшего села с водопроводом – два. Но центрального водоснабжения, которое сельчанам обещают больше десяти лет, до сих пор нет. В Малакановке полтысячи жителей. Как объяснили в профильном ведомстве, по численности село не попадает в приоритетные. В первую очередь, конечно, устраиваются именно опорные села, большие села, где вот именно больше крестьянских хозяев. Если мы, допустим, на все села абсолютно, на все села разработаем проекты с методом документации и сразу же за один год начать реализацию всех проектов, но это нереально. В этом году в области будет реализовано 32 проекта, которые обеспечат доступ населения к качественной питьевой воде. По плану, центральный водопровод появится в пяти селах региона. Малакановки в списке счастливчиков по-прежнему нет. Наталья Строкова и Ермек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Картина Ван Гога «Уличная сцена» на Монмартре ушла с молотка более чем за 13 миллионов евро. Стартовая стоимость была почти в три раза ниже. Отмечу, в течение века картина находилась в частных руках и никогда ранее не была представлена широкой аудиторией, рассказывают в аукционном доме Содбис. Эту картину художник-импрессионист написал в конце 19 века, когда жил в Париже. Далее в нашем эфире брифинг службы центральных коммуникаций. Аня, я приветствую и передаю слово.